Видите, завершено на 100%. Господи, боже мой, завершено на 100%. Мы это сделали! Блин, Детройт, господи, это моя самая ожидаемая игра, которую я жду в 2018 году. Да и вообще, в принципе, жду уже долго, потому что, как вы помните, эту офигенную историю, когда я ждал следующую игру от Data Cage, она же Quantic Dream. Французская студия, после Heavy Rain'а показали демо-версию Project Car'а, вот, и это было просто взрыв мозга. Мы тогда, помню, вообще долго-долго говорили, что типа, какая классная игра будет, какая там чё, чё там, вообще просто писали с кипятком. А потом показали Beyond Two Souls, вот, и мы такие... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, то соус я был в таком хорошем впечатлении, да, потом пару раз ее проходил, вроде более-менее ничего. Тут спустя несколько лет я ее перепрошел, пришла ко мне подруга, я такой ей включил, говорю, вот давай поиграем, в принципе есть, она такая, у кого ништяк, все. Начали играть, и тут неожиданно для себя я открыл одну очень странную вещь. После первой половины игры игра стала превращаться в жуткое говно. Я не знаю, что стало происходить, почему раньше я этого не замечал, но игра была наполнена такими откровенными сюжетными дырами, что я просто резко кардинально изменил свое мнение к Beyond Two Souls. То есть, в принципе, если игру в нее играть, просто отключив какой-то мозг, да, и понять, что это игрофильм про девочку со суперспособностями, потому что рядом с ней призрак летает, ну, в принципе, да, можно еще потерпеть, но так в целом, что-то сюжет начал куда-то идти, тут такое русло, плюс само повествование. Я уже не говорю о том, что там аналогия событий вообще в беспорядке идет, но это еще как-то терпимо, вот. То тут что-то вообще какая-то странность произошла. Думаю, ладно, хрен с ним. Детройт в итоге потом анонсировали. После анонса Детройта, я помню, я просто прыгал с кресла, ногами цеплялся за потолок, насколько сильно я был рад. Это просто неописуемые эмоции. Я помню, я там всем своим друзьям позвонил, порадовал их этой новостью. Они говорят, чувак, нам вообще насрать, мы за играми не следим. Мы на работу ходим, у нас дети, я говорю, вы не представляете, они начали типа разработку той самой Project Car. Говорит, положи трубку, кретин. Вот так я был рад, что я даже чуть ли там бабушке своей не рассказал. Вот так сильно рад был я анонсу Детройта. Однако, однако, после трейлера, где нам продемонстрировали одного из трёх персонажей, будет всего три персонажа, именно персонажа, который был завязан на некой революции андроидов, восстание машин, ёптвую мать. Чё-то я стал очень сильно переживать за эту игру, вот прям чё-то очень сильно. То есть я прям даже, я откровенно расстроился. Для меня это было неким ударом. То есть какая революция, мы любим бытовуху. Вот этот сеттинг, вот, кстати, потом был трейлер, где показывали непосредственно саму Кару. Я так понимаю, её имя не изменили, да, Кара? Она вообще там где-то, ну там, бытовые условия были. Типа, вот там, ребёнок, ухаживай за домом, ухаживай за ней. И типа, отец вообще ублюдок, конченный, там просто мразь полнейшая. Вот, вот, это было интересно. Я вот после вот этого уже трейлера такой думаю, блин, ну походу будут чёрные-белые стороны в этой игре. Поэтому у меня сейчас очень смешанные чувства касаемо Детройта. Но, тем не менее, я всё так же его жду. Фу, это должно быть просто огонь, огонище. Вот темка версии. Я вообще, кстати, не ожидал, что будет демо-версия. Но, опять же, вспомним Heavy Rain. Была демо-версия перед релизом. Она называлась Taxidermist. Taxidermist по уровню сложности, именно в геймплее по уровню сложности, считается, ну лично я, по крайней мере, считаю, что это самая сложная часть в игре. То есть, сама игра полностью была не так сложна, как сама демка. Поэтому, если сейчас история повторится с Детройтом, что это будет хардкорная демка, ух, я буду счастлив. Это будет интересно. И, конечно, мы её будем перепроходить несколько раз, если там... А там будут разные развития событий. Вот. Поэтому у Лёвы нет друзей. Да чё вы начали-то? Идите в пень. Кажется, она установилась. Ой, ёптвою мать. Так, я не знаю, чё делать. Я... Вот это только демка, понимаете? А потом, когда игра выйдет... Это ж насколько... Знаете, я радуюсь сам себе, потому что во мне хоть чуть-чуть осталось фанатизма. Кажется, вот... Я уже так давно не ждал какие-либо игры. Вы не представляете. Раньше я ждал каждую игру. Помню, Первый Миру Сейдж ждал долго. Вообще все игры, которые только выходили, вот... Я ждал до кипятка. Здесь я вообще не помню, чтобы я когда-либо ждал вот так сильную игру за последние лет пять, наверное, точно. Это вот... Ух, ну GTA V я ждал, конечно. Так вот же с кипяточком. Но здесь, конечно, все-таки сильнее это. Ух, Sony Entertainment, ёптую мать. Надеюсь, что будут хотя бы... Сабы. Ну, если будет еще и озвучка демки. Ух, это будет хорошо. Ух, ёпта. Ох, ядрить, колотить меня. Так. Лишь бы не лагало. Так, параметры давайте выстоим. Звук. Домашний кинотеатр. Большой телевизор, маленький телевизор, наушники. Давайте будет... Ах, какая разница? Я не знаю, домашний кинотеатр. Чё? А? Так, сохранить, да. Менюшка какая, менюшка. Ух, ух. Уровень сложности. Уровень сложности. Так, ну, блядь, ужас. Продвинутая, упрощенная, продвинутая. Вкус! Зная квантиков, их продвинутая для меня уже нихрена не продвинутая. Управление там, давайте глянем так. Угу. Чертоги разума. Чертоги разума, понимаете? Ха-ха-ха. Запихали. Так, окей, это, наверное, будет что-то вроде переработанной системы, как в Heavy Rain. Зажимаешь кнопку, и там мысли крутятся. Вот это да. Привет, Ван. Хорошо поживаю? Замечательно. Привет, ребят, всем, кто подходит. Сейчас мы будем в это играть. Кстати, не удивляйтесь, что я буду игнорировать вас в чате, потому что я буду полностью погружен в игру по-любому. Вот, вибрация включена. Да, конечно, мне нужна вера, я люблю вя. Уж есть вращинец, блин. Так. Осень. С осями ничего не делать. Звук изображения. С изображением. Чё яркость? Короче, здесь нет никаких настроек, это же, блин, консоль. Консоль! Начать демо. 15 августа. А-а-а, это та самая сцена из трейлера. Они изменили фильтры? Они, они с момента демки что-то много изменили. Вы заметили, нет? А я заметил. Ладно, неважно. Переговорщик прибыл. Русский язык. Русский язык есть. Оу май гаааааад! Господи, я как... Сука, я не знаю. Шестинадцатилетняя школьница, которая пришла на выступление boys band. И тот лично дал ей автограф. Так, ладно Твою мать, господи Как я Ой, мокро Так Окей, бич Умоляю вас, спасите мою девочку Стойте Вы посылаете Андроида Что вы делаете Это, это же ненастоящий человек Как ты мой ребенок Прямо время останавливается, видите Не стейте его в ней попускать Я погоню Уже мурашки, бля Вы слышите этот саунд на фоне Он просто божественен Я андроид Нахераси тут мясо Сейчас, я просто переговорщик Робот-переговорщик Поговорить с капитаном Понятно Прыгни дверь, сволочь Охренеть У меня дома такая Модель Охереть Да Компания явно потерпит убытки Акции упадут вниз Производитель роботов Явно пострадает Но нам плевать Компания Рубль Мое имя Андроид Веславис Киберлайн Он палит по всему, что движется Уже подстрелил двух моих людей Снайперы вы сняли его Но он же стоит на краю Если упадет Вместе с ней Так Поведение Эмоциональный шок Код активации Код деактивации Вы применяли Первым делом Тупой вопрос Так Имя Вам известно имя? Слушай Сейчас главное спасти ребенка Либо ты разбираешься с этой страной машиной Либо разберусь я Каждая секунду на счету Опаньки Нихера Чувствую мы переигрывать Сегодня будем Реал тайм идет Короче А это они умеют Так Изучить Поэтому надо врубать Становку Вероятность успеха 48% Разобраться С Решедшим Так Ладно Я вас понял Блин А как активировать А Бух понял Блэкхав Блин Жесткая Чувствую будет Эта демка Вы чувствуете Насколько она жесткая Я вот чувствую Бля Ребенка спасать Надо Вот че Опять же Щекочет Мозг Да Пистолет Называется Черный Ястреб Нихера Так Я понял Чем мы Делаем Пулевое ранение Кровоизлияние Так Так Мы Можем Как-то Еще Камеру Двигать Помимо Вот Этого Вот Алло Внутреннее Кровотечение Короче Не до конца Улики Собираю Потому что Время Идет 47 Блин Чувствую Мы провалимся Первым делом В принципе Это Вообще В поряде Вещей Я понял Что я нашел Одну из двух Улик И понял Что нашел Две Из четырех Улик Конкретно На одном Объекте Это Это Как бы Окей Я просто Пытаюсь Осмотреться Еще Пока У меня Есть Время Вот А смотреться Тут Есть Что Над чем Так Ух ты Блин Вот оно Как Бесполезная Информация Абсолютно Семья 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 Собиралась Повушинать Что С тобой Случилось То Дроят Мать Твою Что Так Себя Повел Блин Чисто Вот Аналитический Склад Во время Сбора Улик Время Полностью Устанавливается А Да Окей Будем Мет Так что Застрельба Блин Там Началась На фоне По-моему Мы просрались Уже Момент Только Один Выстрел Фига Себе У него Дедукционная Система Работает Просто На ура Энтони Декард Время Смерти 2003 Вес 77 Рост 177 Так А где Ещё Аго Ну-ка Ну-ка Жетон Нет Не жетон Блин Вот она Ага Он понял Жестко Кого-то Ещё Убили Что-ли Наше Примедление Походу Говоря Влияет На жизни Не только Девочки Но ещё И на Солдат Стрелить Стрелить Его И всё Прямо На Ушки Да Господи Правление Всё тоже Вот просто Вот Неизменное Робо Шерлок Модель Серийный Номер Окей Я понял Так Вероятность Успеха Повысилась Кстати Так Чё У нас Тут Есть Ещё Вот Это Что Так Блин Управление Маленько Кривое Поэтому Неинтуитивно Получается Двигаться Кажется Что Туплю Да Так Заложница Может быть Ранена Так Окей Не Поняли Так Вот Есть Вон Там Ещё Вот Это Понятно Вот Это Вот Интересно Так Двигаться Быстро Умеешь По-моему Нет Быстро Двигаться Какой Клёвый Журнальчик Заметили Он Прям Как В Гарри Поттере Двигается Так Там Мы Смотрели Так Надо Куда-нибудь Ещё Сходить Да Пока Есть Возможность Если Она Вообще Есть Чё Что Ты Паскуда Ребёнка Ты Обижаешь Ядрить Ребёнок Не слышал Выстрелов Блин Забываю Что Есть На геймпаде Такая Трясная Штука Как Тачскрин Даниэль Ух Ёпта Как Это Круто Так Процент Повысился Но Тем Не Менее Кажда Секунда На счету Увеличиваем Наши шансы С каждым С каждой Уликой Блин Батя Он Застрелил Нерезно А мать Мать Осталась Живых В смысле И чё мы И чё мы А он Ничего Оттуда Не Не вынесли Да Несмертельная Рана На это Вот он Не её Он Подстрелил Её Как раз Только Что О Рыбку Ёптую Мать Спасти Рыбку Ля Люсь Прискажение Дельта Спасти Конечно Чё Совсем Изверг Что Я Хоть И робот Но Кто Тобой Управляет Ёптую Налево Так Я думаю Уже Медлить Нет смысла Что Ж Идём Не Познали Уже Блин По-моему У меня Только Что Выборов Не Оставили Хотя Я Хотел Уже Идти Но Система Сказала Всё Времени Не Хватает Вот Звиздец Даниэль Моё Имя Конор Ты Знаешь Моё Имя Я Много О Тебе Знаю Я Я Пришёл Тебя Выручить Что Я Чувствую Вы Сэм Мы Были Очень Близки Я Знаю Ты Думаешь Что Тебя Предали Но Она В Этом Невинова Она Я просто хотел что-то значить! Чтоб меня любили! Я просто хотел быть кем-то! Слушай! Ты ведь не виноват! Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы! Нет! Я не виноват! Я этого не хотел! Меня любил! Понимаешь? Но для них я был никем! Лишь бы исправно выполнял свои функции! Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Всё! Ситуация под контролем! О! Я выпал на свое желание! Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка! И я обещаю тебя пощадят! Я не хочу умирать! Ты не умрешь! Мы просто поговорим! Ничего тебе не сделают! Я даю слово! Всю свою жизнь я исполнял приказы! Теперь сам буду решать! Да ну нахуй! Да ну нахуй! В демке заблокированы вариации! Это то, что мы не доглядели в квартире перед тем, как выйти! То есть мы разблокировали пару моментов! А вот как конкретно вот эту, что-то там не до разблокировали! Но вообще... Это схема сцены! Здесь вы можете посмотреть выбранные вам пути! Открыть возможности от заступного электронного звука! Как же это на... На темечко-то давит, блин! Ну мы хотя бы ребенка спасли! Это самое главное! Успех! Провал! Поворотный момент! Блин, прикольно, если потом каждую сцену можно будет в игре вот так вот смотреть! Изучать! Если мы где-то что-то вот делаем! Ну как же наглядно просто показано, что здесь есть шесть концовок! Шесть концовок! Каждую из которых можно вот просто методом научного самотыка! Так, вступить в переговоры! Изучить улики! Завершено 37 процентов! То есть мы 37 процентов прошли! Из того, что нам предоставляет демка! Фух! Черт возьми, а! Солгать! Мы солгали! И это как-то повлияло! Че так говорят, два процента не дожал, да? Привет! Привет, Рила! Как же это офигеть! Давай еще раз! Давайте еще раз! Я андроид из киберлайф! Посмотри на себя! Ты должен принять мир, как он есть! Или бороться! Мое имя Кэрен! Мое имя Маркус! Мое имя Конор! Это наша история! Мое имя Конор! 25-го! 0-го! Серьезно? Оу. Фааак! Все! Копим 4к! Ребята! Копим 4к! Я должен сыграть в эту игру! Я должен! Это мне судьбой предначертов! А, черт возьми! Ха-ха-ха! Ага! Научный самотык? Да, конечно, блин! наши методы нахер чайник нужна игра блин да я готов воду в кастрюльке подогревать о нифига гляньте нас откуда стартанула окей кстати неплохое место для старта мы сэкономили временно вначале блин ребята у него пистолет так что еще есть а патроны коэффициент мощности 400 14 ой там что-то было можно было сделать до типа сделать какие-то выводы на этом реконструировать о так а она ночью отца семьи вот понятно блин честно как диалоги изменятся из-за того что я сейчас эту информацию узнал окей 51 процент нифига нам процентаж показывают конечно тоже интересно да 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 вот разблокировали возможность сказать ему его имя блин мне кажется зря его тогда обвинил в том что типа типа и посмотрите по что стас что ты сделал типа это была ошибкой с одной стороны за вы стороны за то вот мы альтернативку сейчас вот можем открыть так господи послушай надо ли ну конечно на самом деле капец он бешеный а ну мать то конечно в порядке и увеличивающие я еще батю убил вот ублюдок тоже такое прикиньте да вот после такого обычно такой резонанс поднимается в общественности когда робот выходит из-под контроля и творит такую дичь здесь бесполезная информация ничего интересного это вот знаете это как хотят заменить автомобили на автомобиле с автоматическим управлением то есть с автопилотами и это понизит смертность в дтп но если допустим люди гибнут там тысячами да тут погибнет один и от автопилотного робота грубо говоря то резонанс будет такой силы что типа типа надо отменить эта сущность человеческая надо отменить эту систему автопилотирования типа он с 3 человек погиб а им не вдомек что один на тысячу это конечно гораздо лучше чем тысячами людьми и вот тут по сути то же самое должно быть погибший джон филлипс так мы разблокировали какую-то реконструкцию он сидел в общем жесть реконструкция не завершена пока что мы должны что-то не выскакивает у нас никаких а мы наверно повернуть должны так интересно типа под определенным углом мы должны что-то такое заметить что должны для себя уяснить что вопрос а вот-вот вижу что это что-то разблокировали начну по ничто да вот он то и дело что если автопилотируемый автомобиль попадет в дтп так я немножко упустил эта модель просто мы узнали твою мать так так мы-то здесь уже все увидели но реконструкцию видать не заюзали просто я не заметил так что сейчас будем как раз таки а его а его собирались заменить на другого блин вот я заговорился фига мотивация вполне себе мощная мотивация для ну это конечно некрасиво было просто заложница стала свидетельцем перестрелки ёпа мать полицейский выстрелил и тут же разблокировалась еще один момент который мы должны были для себя уяснить который опа найдено оружие опаньки опаньки попаньки а это кстати говоря не по протоколу в нашем случае это не по протоколу у нас не должно быть оружие ну судя по всему а мы его возьмем ну все пойдем так чего мы ждем ты пристрелить его и все он же прям на мушке не подходи и не твое прыгну нет не надо я тебя умоляю пожалуйста пожалуйста я много о тебе знаю я пришел тебя выручить пляцкий вертолет я тоже андроид как и ты и я тебя понимаю блин бедный мне вот жалко так да у меня пистолет бросай и смотри мне без резких движений вот я его бросил вы сэм мы были очень близки я знаю ты думаешь что тебя предали но она в этом не виновна тебя хотели заменить на другую модель и ты оскорблен да фух ёпо мать жестко слушай ты ведь не виноват эмоции которые тебя охватили это просто ошибка программы 90 90 не подходить для на расстоянии понимаешь но для них я был хотя подойти надо в любом случае так херл узнает что там один процент пошли вон 99 процентов и один процент как я и говорил давай братан вот куда ему автомобили были но скажите что ты будешь с этим делать это невозможно да не отпусти ребенка и я обещаю тебя пощадят я не хочу умирать там уже дальше некуда все нормально ты не умрешь мы просто поговорить все нормально тебе не сделают я даю слово все нормально ладно я поверю ты солгал никого блин жалко девочку жалко больше всех пресс-ф чтобы отдать честь ох так ладно давайте смотреть чему на этот раз сделали красиво динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь а теперь как вы поняли надо руинить чтобы разблокировать оставшиеся три концовки блин мне даже страшно реально посмотреть что там потому что в каких-то моментах все равно ребенок гибнет а это это очень жестко чтобы вы понимали рискуют квантики рискуют такими темами спасти рыбку мы спасли рыбку стопа мы чую не спасли прошлый раз мы спасали ее за что на основании закон а ну вот да хорошо я понял про оружие что типа на основании какого-то закона мне нельзя брать в руки оружие возможно из-за этого кстати говоря могло что-то пойти не совсем так вы не за его воевали его доверия на 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 еще раз так до тройте ваш выбор меняет ход истории сцены могут быть очень меры очень разными зависимости от того как вы играете каждая сцена может иметь долгосрочное влияние вот это кстати вообще блин так так не хватило в био не хватало в бьем ту соус вы просто не представляли не представляете хотите воспользоваться воспроизвести эту сцену и увидеть другой результат давайте давайте еще раз типа чтобы не играть заново да я так понимаю или сейчас все равно играть заново пока ребят пока всем кто уходит спокойной ночи привет всем кто подходит черт возьми игра огонь будет просто а4 косаря она того стоит хорошо есть плойка да главное чтоб оптимизация была хорошая не было с центра сани это самое главное спасибо ложницу короче сейчас надо типа руинить чтобы разблокировать еще одну сцену поэтому мы сейчас сделаем знаете как мы сейчас вообще будем жесткими вы уже догадываетесь да что я хочу сделать или мин это на самом деле вы понимаете что конор это усовершенствованная версия нормана джейдена из-за хаверейна норман джейден fbi окей так отлично интересно это сцена вообще будет в игре вот что самое-то интересное может быть это изначально было дымка просто если я правильно понимаю так кучу там пишет то есть дымка в холи ранее она не вошла в основную игру вот что интересно андроидом строго запрещает сохранить использовать любые виды оружия на люди типа одни то что ли не видят что я щас оружие подбираю пошла свободно блин успеть бы до того как он ранит эту бабищу может тоже что-то будет эпи 2 это вряд ли такая версия что норман джейдон здесь будет как-то будет нет точно не абсурд то что в одной вселенной да они как правило все в одну вселенную пихают отсылку бен тусола вспомните на хаверейн в газетах так ну-ка пожалуйста отпусти она просто маленький ребенок и ни в чем не виноват нет я без оружия ты врешь у тебя пистолет я говорю тебе правду даниэль я без оружия выхода нет даниэль это серьезное преступление вопрос лишь чтобы отнимешь ли ты еще одну жизнь не тебе решать сейчас я тут главный если умру я умрет она пиздец ты слышишь жесть так 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 как ты нет никто не умрет не бойся скоро все будет хорошо посмотри на тебя ты создан служить людям а не убивать их и кем меня создали их рабом игрушкой я просто хотел что-то значить чтоб меня любили все идет по плану просто хотел быть кем как же меня весит этот звук прикажем чтобы вертолет убрался вряд ли они меня послушают слушай у них тут снайперы на каждой крыше отпусти ребенка у тебя нет другого выбора я хочу чтобы все ушли и и и автомобиль объеду от города отпущу ее son of a bitch хладнокровно но прагматично бедный ребенок блин до сих пор просто не отпускает вот эта херня чтобы пистолет выкинул пафосно типа с крыши тоже неплохо капитан такой оценил на самом деле но не без подозрений как заруинить сцену при этом ее выиграть ну типа в принципе результат один и тот же если вот мы его убедили на сто процентов и даже если мы его не убедили пистолет нам в помощь блин аргумент вроде пушки железный аргумент да смотрим а ну вот кстати говоря я понял красненьким помечается то что мы еще не открыли вообще а то что черненьким то что мы как бы открыли вон рыбку мы не спасли хотя погодите с рыбкой что-то там явно мы еще не сделали а мы ее тепло мы могли бы ее не спасти надо к ней подойти и не спасти рыбку как же шедеврально все запилено это квантик дрим они могут это реально чуваки трипал эй трипал эй трипал эй трипал эй трипал эс я бы даже сказал а у е есть еще три три концовки да а а есть какая-то концовка где его не убивают типа насколько я могу предположить судя по топологии интересно вот мне даже интересно стало мы увидели да то есть получается самый наихудший вариант внизу чем лучше тем выше первые две хорошие которые мы открыли они находятся на втором и третьем месте то есть на первом месте что-то еще лучше то есть возможно мы его не убиваем то есть ну никто его не убивает он остается в живых код деактивации точно может быть типа блин это интересно так это мы тут знаем не поможет блин код деактивации реально может сработать может а так рыбка ну-ка иди-ка сюда а мы тебя ставим мы бесчувственная машина на этот раз там есть вариант что девочка падает с крыши там да но это скорее всего нижние 2 это нижние 2 какой же музон огонь как же они умеют делать тигры вам господи а помните с чего все начиналось из они по сути одни из первых кто открыл интерактивное кино фаренгейт в 2005 год хэви рейн 2009 или 10 10 по моему да так реконструкция и и и и и и Рыбка стопудово влияет на глобальный сюжет. А что, есть закон, позволяющий ограничивать количество андроидов на семью? Потому что, в принципе, исходя из логики, такое возможно. Не будешь же ты себе армию дроидов херачить. Но, мне кажется, два дроида в богатой семье вполне себе нормальное дело. Почему сразу заменить? Ты тупой! Дэвид. Может быть, просто хотели дать тебе еще одного помощника. Так, что мы... Так, здесь, ага. Уже надо искать, уже надо думать, что почем, что к чему. Подружку ему хотели дать, да, именно. Стекло. Последний этаж. Скорее всего. Совсем последний. То есть, наверху дальше каскадом ничего не идет. Какая разница, вообще, откуда это? Зачем мне эта информация? Что думаете? Есть идея? Это батя для себя андроид, добра, но вы поняли. Бедный батя хотел себе всего лишь на безобидную женщину андроид для сексуальных утех. А в итоге выхватил пулю неожиданно. Я бы тоже охренел, наверное. Надо было просто подойти к нему, сказать, Слушай, Дэвид, тут такое дело чисто вот как... Как мужчина андроида. Я хочу андроида. Но так как ты мальчик, а я не такой, я хочу заказать нового. Но не заменить. Или заменить. Вот тут уже, да, вопрос, конечно, все-таки стоит. Твердо так стоит. Руку в карман не клади. Блин, я на самом деле сейчас уже иду на автомате, но я не знаю, что я сейчас буду дальше импровизировать как. Просто действую, как знаю. 64%. Оно нам надо, блин, эти 64%. Нам нужно альтернативные концовки щупать. Ну, одна-то альтернативная я знаю, это надо совсем все зарубинить, прям в конец. Насмотрели комнату. Разобраться в происшедшем. Насмотреть теложертв. Интересно, если прям все-все-все прям выяснить. Капитан! Надо бы с ним еще поговорить. Капитан, как всегда, ублюдочный. Что в Beyond the Souls, помните, такой был капитан его там. Джоди на место поставила, разрушив пол города. Что здесь тоже такой же конченый. Ну, типа, на вид такой вот. Ничего хорошего в этом мужике нет. Так, ну, мы же все разблокировали, правильно? Информация получена. Блин, я здесь уже хожу, как у себя дома. Но, на первое впечатление, бесценны, конечно, в этой игре. Вот лифта. Что-то еще. А, о, блядь, еще стреляет. Фотография. Каролайн Филлипс, Эмма Филлипс, Джон Филлипс. Положите обратно. Саново дэч. Не, ну, капитан-то вряд ли будет у выхода. Это же капитан, какого хера? Но капитана надо найти. Где он есть? Заметили, где он? По-моему, вот он. Капитан. Капитан, мне нужна информация. Код деактивации. Сукин ты сын. Что-то в компах лазит, кстати. Три концовки. Все заруинить, в край. Напирать пистолет. Но не стрелять. Успешно вести диалог, но в конце выбрать, пожертвовать собой. Ну, типа, наверное, да, получается, что так. А, мы не забрали пистолет-то? Ладно. Давайте на этот раз наставим пистолет, но не выстрелим, как вариант. Так. Как вариант. Еще нужно офицера спасти. Типа, сразу к нему идти. Ну, а тот, кстати, в варианте руины мы будем делать. Сейчас мы попытаемся просто его, ну, типа, пожертвовать собой. Там, я не знаю, сейчас пистолет наставим. Хочешь, будем взять? Странный вопрос. Все, идем. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! С каждым разом я начинаю к этому привыкать, и меня это пугает. Если несколько раз одну сцену смотреть, это уже начинает прям это быть обыденно. Я пришел тебя выручить. Так, что тут еще есть? Ты в ярости, Даниэль. Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать! Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. И я хочу, чтобы все прошло. Ты вооружен? Блин, он сразу его бросает. Я думал, он хотя бы, типа, бля! Я его бросил? Блин, я что-то думал, еще будет вариант, типа, оставить или бросить. Так, ладно. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушкой. Которую можно выбросить, как надоест. Ну да, забавно, что он не спрашивает про пистолет, если его не брать. Возможно, он видел, как мы нагнулись туда. Такая же, как все люди. Да не, не, не. Господи, это самое еще жесткое. Ух. Ты неисправен, Даниэль. У тебя произошел программный сбой. Тебя починят, и все снова будет хорошо. Вот не надо меня чинить. Я знаю, что я исправен. Просто у меня глаза открылись. И я больше никому не позволю себя унижать. Никогда. Как же меня бесит этот звук. Прикажи им, чтобы вертолет убрался. Роботы Роскомнадзора. Я выполнил твое желание. Это твой последний шанс. Упустишь, и тебя точно убьют. Отдай ребенка, другого выбора нет. Я хочу, чтобы все ушли. И, 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 и автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это не обсуждается. Ты машиной должен повиноваться. Брос пистолет и отпусти ребенка. Всю свою жизнь я исполнял приказы. Теперь сам буду решать. А, ничего, короче, нового. Хотя... Ну и мразь же. Оу... Просто провал. Пиздец нам. Еще оружие брали. Я вспомнил неожиданно, что мы уже жертвовали собой. А, так вот, что на самом верху было. Наоборот, на и худший самый сценарий. Ой-ёй-ёй. Ну ладно. А этот вариант мы открыли. Конор застрелил Девианта. Так. Интересно. Интересно. Еще два варианта осталось. Какие же это два варианта? Вот, урод, на крестик не нажал просто. Вот из-за этого она погибла. Жизнь разделяет просто вот. Нажатие крестика. А, другой вариант с жертвой есть. Понял, понял. Можно. Попробовать можно. Иди сразу. Сейчас пойдем сразу, да. Чтобы не застрелили, типа. Пистолет можешь взять успеть, а? Давайте так, успеем взять пистолет. Каждый раз тебя изучать, мужик. Я тебе уже по фамилии знаю. Запомнил просто. Что-то там, Декард, мать твою. Так. Надо пистолет. Штука крутая. Когда надо. Нет, этот чувак сидит. Неужели он не видел, наверное, случайно, что мы пистолет берем, а? В какие глазницы-то долбишься? Уважаемый. Не успеется. Ну ладно, в любом случае. Идем. Он еще так посмотрел, типа. Типа, я ничего не брал. Я ничего не делал. Я ничего не делал. Пристрелить его и все. Я ничего не брал. Бля, ты что творишь, а мужик? Ну, ептую мать. Не подходи, и не то я прыгнул. На голове еще вот эта штуковина. Дестабилизацию показала. Типа, будет показывать эмоциональный статус наших персонажей. В будущем. Полежная вещь. Полежная. Так они меня назвали. Так. О, спасибо за фэллоу. Доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Нет, никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. И я хочу, чтобы все прошло. Ты вооружен? Нет. Я без оружия. Ты врешь. У тебя пистолет. А, в журнале написано, что больше можно андроидов. Блин, чувак, чувак. Ты неисправен, Даниэль. У тебя произошел программный сбой. Тебя починят, и все снова будет хорошо. Не надо меня чинить. Я знаю, что я исправен. Просто у меня глаза открылись. И я больше никому не позволю себя унижать. Никогда. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница. Я наложу ему турникет. Не трогайся. Тронешься, я тебя убью. Меня нельзя убить. Я не живой. На характере просто. Красиво. Спасли чувака. Спасибо, ребят, за подсказку. Как ты, Эмма? Спасите меня. Я не хочу умирать. Не хочу. Нет, никто не умрет. Не бойся. Скоро все будет хорошо. Слушай. Ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Турникет. Но, кстати, я тоже немножко не понял. Ну ладно. Забил вообще моментально. Вообще жгут, как бы, ну. Меня тоже бесит, блин. Прикажи им, чтобы вертолет убрался. О, это в моих. Полномочия. Не, надо загуглить, может, турникет реально, это жгут. Аналог. Я хер знаю, что-нибудь в башке. Ты ведь не хочешь прыгать, иначе спрыгнул бы давно. Ну давай, пистолет. И все это закончится. Не подходи ближе. Еще один шаг, и клянусь, я прыгнул. Ладно. Ладно. Я буду стоять здесь. Бля, что-то мне не нравится этот исход. Не, ушли! И, и, и автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. И что, Даниэль? Ты правда этого хочешь? Ты солгал мне. Ты солгал! Финал зависит от тебя. Сделай правильный выбор. О, боже мой! Я этого не хотел. Нет. Ты не оставил мне выбора. Нет выбора. Звезда. Бесполезный кусок дерьма. О, просто you die. Dead просто. Не, красиво, красиво, очень круто. Прям... Обмазываюсь. Тупо минус всем. Кто там хотел всех спасти? Что-то пошло не так. Вот там еще одна альтернативка. В принципе, с прохождением демки у нас пока что все идет хорошо. В том плане, что каждый раз мы открываем все новую-новую концовку. Теперь будет все гораздо сложнее. Нам, походу, надо сделать то, что мы должны были сделать, сразу пожертвовать собой. Но не так, как, типа, мы успели, а, типа, вот сами такие подбежать, вот типа, толкнуть в воду. Его, как всегда, отыгрывает. Стараемся. Но, в целом, как бы, игра хорошо идет. Прям... Ух, блед. Детройт, мать твою. Что ты со мной делаешь? Еп. Так, теперь, что мы делаем? Мы делаем, короче... Как во второй раз. И первый. Так, разбираться здесь не надо. Так, иди сюда, батяня. Переговорщик. Так, дофига я рисковую, пацаны. Дрона, как переговорщика, отдавать сильно. Вот этого я понимаю, субмедэксперт. Без применения каких вот штук-друг сразу, вот, знает. Траекторию полета пули. Последовательность. Положение тела в этот момент. Вот это анализ, конечно. Так. Отец держал что-то в руках. Осталась только одна. Концовка одна и всякие мелочи. Всякие мелочи, я думаю, мы не будем. Хотя у нас пока шанс есть. Какие мелочи? Мы, в принципе, из мелочей все открыли. По-моему, все изучили. По логике вещей. Облизали, так сказать, демку с ног до головы. А, ну вот этого забыл. А вообще можно было его спасти успеть, да? Нужна эвакуация. И журнал прочти. Ладно, журнал прочтем. Так. Двигаем. Двигаем. Мелочи посмотреть на пистолет, но не брать его. Посмотреть на копа на балконе, но не спасать его. Ага, понял. Да, в принципе, пистолет нам больше не нужен. А то у нас проблемы с законом потом будут, да? Господи. Это все фигня, чтобы потратить на нее время. Че мы еще забыли? Да, чего мы ждем? Пристрелить его и все прямо на ушки. Ну че, как вкусно? Синяя кровь. Андроид ранен. Модель дроида. PL-600. Знаете, я, кстати, еще вспомнил. Вот PL. Была такая игра, старенькая, называлась. Анахроникс. Анахронакс. Там был робот такой. ПАЛ-18 или 17, или 16, 15, не помню. Так вот, там у этого робота, вот эта первая приставка, PL, это ПАЛ, типа ПАЛ, приятель. Вот. То есть это приятель 600 тут получается. А я приятель 800. РК. Так, че я встал? Стоп. Че я хотел? Че я сюда пришел? Гребаные границы комнат. Блин, у вас не было такого, что вы когда заходите в комнату, зачем-то, да, и отвлекаетесь, и забываете, зачем вы вообще сюда пришли. Вот и я так же забыл, зачем я сюда пришел. А я вспомнил, зачем я. Вышел из комнаты и сразу память так вернула мне в кластерную. Кластер памяти заработал. Так. Вот зачем я пришел. Это мозг так устроен, просто так работает. Что вот, типа, ты реально заходишь в комнату, и у тебя как будто переключатель срабатывает и такой... Вот, ты знаете, опять же, если вспомнить классику жанра киберпанк, Blade Runner, там какой вопрос поднимался, что, типа, роботы человечнее людей. Здесь, получается, вопрос тот же самый поднимается. Один в один, блядь. Получается, это классика киберпанка. Ну, именно этот момент. Все, мы идем. Собственно, в целом-то как бы молодцы. Квантики, они такую тему поднимают. Ну, это революция, которую они обещают. Что-то мне вообще... Не подходи, не с вами прыгнул. Нет, не надо, я тебя умоляю. Давай, давай, давай. Меня нельзя убить, я не живой. Хуяк такой галстук не брал. Ой, прям, красавица. Мое имя, Коннор. Ты знаешь мое имя. Я много тебе... Не, озвучка хорошая, кстати, зря ругаясь. Я пришел тебя выручить. Очень хорошее. О, гребаные столики. Фуяк такой галстук. О, гребаные столики. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Можно уже говорить. Слишком сложно. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Маленечко не туда. Если умру я, умрет одна. Ты слышишь? Немножечко не то нажал. Сейчас компенсируем. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас. Блин, насколько натурально сделан персонаж. Я лошу ему турникет. Турникет, блин. Не трогайся. Тронешь ли я тебя, убью? Жить хотим. Он настолько натурально сделан, что казалось бы, какой-то такой персонаж эпизодически, но так ему сочувствую, так переживаю, так его жалко вообще. Пускай он выступает в роли отрицательного персонажа. Такое качество, конечно. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил. Понимаешь? Ну, давай, давай, давай. Я был никем. Лишь бы исправда выполнял свои функции. Как же меня весит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. О, я выполнил свое желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли! И... и... и автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Опа! А, вот оно как происходит! Ничего себе! И эти эмоции капитана каждый раз в конце. Бля... Жестко. Жестко, черт возьми. Жестко, жестко, жестко. Черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт! Блин, хочу эту игру, сука, дайте все. У нас получилось за шесть троев открыть все шесть концовок. Понимаете? Я считаю, что это экспириенс предыдущих игр Клантиков. О, да, Миша, да, играть будем по-любому. Брать 4К надо. Оу, щеть! Оу, фак! Мировая статистика. Давайте, показывайте, что там в процентах. А, вон оно что. 35 процентов. Ну, типа все... погибали. Короче, то, что мы в первый раз как сделали, то так обычно люди прокалывались. Прокалывались. Потом 33, потом, получается, 12. Нет, у нас, получается, после... Сначала у нас было вот где 35, потом у нас было где 33, потом по хронологии мы попали на Коннор застрелил Девианта. Девианта. Потом у нас была концовка с... Коннор не успел. Потом уже было... Застрелил Коннора, чувак этот. И Коннор погиб, защищая ему вот последнее у нас было. В такой последовательности мы открыли. Что-то мы одно из всего этого по мелочи не сделали. Гляньте. Только одну мелочь маленькую мы не разблокировали. Вот. И это было на этапе, когда мы должны были пожертвовать собой, доставить пистолет, солгать. А что еще там было? Это что-то должно привести к тому, что... Он прыгает вместе с Эммой. Будет прикольно, если там будет вариант в стиле... А, ну ладно, прыгай. Чего? Прыгай, прыгай. Я постою, подожду, посмотрю, когда прыгнешь, блин, вместе с этой девкой. Ну ладно, и прыгну. Вот, типа, вот такая, может быть, альтернативка. Да, короче, в целом, в целом огонь. Просто пожар. Ждем 25-го, 0-5-го. Копим деньги. Четыре косаря. Косаря, косаря. И будем проходить. Оу-е. Вот. Вложик по коробке от Юбиков будет на этой неделе, по-любому. Как получить роспись, надо задонатить и скинуть ссылочку на твой ВК. Это единственный способ, чтобы я заметил твою ссылочку на ВК. И открыть стену. Иначе я промахнусь. Вот. Как-то так. Фу. Я доволен. Одна дем... А, понимаете, это демка. Это бесплатно. Вот это вот то, что мы сейчас делали, это бесплатно. А что будет в полноценной игре, это просто вот забей. Завтра приду и сделаю анбоксинг. Думаешь? Смотри. Ну, если выкариваешь время, приходи, сделаем. Иди на балкон сразу, забей на все. Типа вот этот фрагмент. Ну, давайте, типа, так и сделаем. Че уж тут остается-то. Наверное, это и есть вот этот момент. Что-то мне подсказывает. Заодно посмотрим, как мы вообще в принципе можем его стабилизировать без информации извне. Или мы... Нам придется жертвовать собой. Да, тупо одна миссия, а сколько... Так, понимаешь, прикол-то в чем? Это нам просто одну сцену еще дают перепройти, а там целая игра, и нам не дадут перепроходить сцены. Как за руинем, так за руинем. То есть нам, если перепроходить какие-то сцены, то только после того, как мы уже саму игру пройдем и будем ее перепроходить. А некоторое не зависит от нас. Зависит от того, насколько мы ловкие и внимательные. Даже если мы второй раз что-то будем перепроходить... Будет на рыжем, продолжим сыном. Да, сразу сходом. Какова цена ростка? Да, вообще минимальный донатик. Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Goddammit! Можно же что-то ничего не делать при этом. Мое имя Коннор! Скажи мне свое! Как тебя зовут? Да нет! А нахреновремя-то идет тогда. Ладно, подготовка эмоциональная, я понял. Так, ну-ка, посмотрим, что он сам выбирать будет автоматически. Мне даже интересно. Я тоже андроид! Как и ты! И я тебя понимаю! А мне это какая разница, что ты андроид! Ты на их стороне! Ты не можешь понять, что я чувствую! Блин, как же качественно все сделано, картинка вообще просто сочная. Он андроид, он сам выбирает. Ты неисправен, Даниэль! У тебя произошел программный сбой. Тебя починят, и все снова будет хорошо. Не надо меня чинить! Не надо меня лечить! Я знаю, что я исправен! Просто у меня глаза открылись, и я больше никому не позволю себя унижать. Никогда! Пусть сам выбирают, я ничего не нажимаю. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще... Смотрим кино. Не тебе решать! Сейчас я тут главный! Он выбирает, короче, как... Умрет одна! В Каверине было сказано, что если вы ничего не выбираете, выбирается наиболее худший вариант. Поэтому нас заставляли выбирать. Здесь, походу, та же система. То есть, если мы ничего не выбираем, проверяй. Он сейчас скажет такое, что он просто сразу это все сделал. Смотри на себя! Ты создан служить людям, а не убивать. Обвиняй этому. И кем меня создали? Их рабом! Игрушкой! Я просто хотел что-то значить! Чтоб меня любили! Я просто хотел быть кем! Аж вибрирует, чёрт возьми. Гимпадина. Прикажи им, чтобы вертолёт убрался! Ну вот опять ничего не нажимаю. Сейчас выберется... Отказаться. Вряд ли они меня послушают. То есть, это надо будет учитывать, когда мы будем игру проходить. То есть, нам нельзя игнорировать выбор. Вообще никак. Это вам не... Как называется это время? Until Dawn. Это вам не Until Dawn, где вы можете ничего не делать, и вам хорошо. Слушай, у них тут снайперы на каждой крыше. Отпусти ребёнка, у тебя нет другого выбора. Графон не пиздат, ребят. И... и... и автомобиль. Отъеду от города, отпущу её. А просто ни хера не делаю. Это не обсуждается. Ты машиной должен поведаться... Ноль процентов! Просто! Пэу! Всё свою жизнь я исполнял приказы. Теперь сам буду решать. Блин. Казалось бы, а! О, нам даже не дают нажимать крестик, понимаете, что настолько всё хуёво. Всё, и у меня геймпад такой... Свиздец. Страшно. Конечно, страшная сцена, сильная. Ой. Чё творят, блин, Клантики? Сильно берут. Глубоко. Дэвид Кейдж просто красавчик. Хотя он говорит, что ему эта тематика особо не знакома, не интересна, ну, как-то так. Ну, типа то, что люди так просили Project Car'у продолжить, он решил всё-таки написать сценарий. Плюс ему там помогали, вроде как, ну, ясен пень, такой сценарий написать. Там вроде говорили, центнер бумаги было исписано, чтобы написать сценарий. Вот такие вот столы просто стояли с этим сценарием того, как будет выглядеть игра. То есть Дэвид Кейдж, насколько я знаю, он больше по мистике прикалывается. А тут его фан-база убедила сделать Detroit. Он такой, ну, типа, я не люблю писать про роботов, говорит, но я люблю писать, типа, про отношения людей, взаимодействия и так далее. Поэтому, да, это будет, типа, новый виток опыта для меня. Это интервью у него было. Вот настолько я фан, что я слежу за вообще всем, что происходит. Так, и мы в итоге не разблокировали то, что мы подозревали, всё равно вот это место осталось не разблочено. Что же ты такое? Блин, у меня теперь дело принципа, я хочу посмотреть, я хочу узнать, что же здесь происходит. Вступить в переговоры. Это во время переговоров должно произойти, понимаете? Но это что-то мы должны разблокировать в процессе. Что-то, 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 может кто-то знает? Нужно довести диалог до конца и выбрать сказать правду. Он там много где-то, в чём правду говорит. Сказать правду, что? Мы ему там правды много какой заливаем. Или не заливаем. Типа, тебя застрялят? В любом случае сказать ему, что тебя убьют? Давайте всё разблокируем, все возможные вот эти вот моментики. На две страницы не распишешься? А что за две страницы? Рыбку спаси, рыбку спасём сейчас. Самое главное, блин, рыбку спасти. Рыбку! У него ещё на плече такая вот эта штуковина. Знаете, как у коммунистов красненькая была, и не только, но вообще, в принципе. Так, спасти. Там так написано. Прямо в самом конце написано сказать правду, да? То есть это без всяких там подкосов и так далее. Такая задержка примерно до секунд 20, наверное. В самом конце успешного диалога, я вас понял. Извини, товарищ, тебя застрелят. Нам придётся успешно проводить диалог. Так. Проводим успешный диалог. Так. Да ёпта. Чё это? Так. Так. Да ёпта. Чё такое-то? Чё-то у меня? Ну, попробуй, скинь ссылочки, куда чё, расписать. Алиром. Ааа, вообще фак. Тебя хотели заменить. И тебя это задело. Ваш заказ на андроида 5700 зарегистрировано. А там ПА. Заметил. Блин, звуки. Звуки тоже шикарные. Хочу тортик на стеночке. Думаю, пойду завтра денежку закину. Блин, это услуга, скажем так, да, роспись на стенке. Она у меня всегда активна. И тут час только люди вспомнили о ней. Ради бога, я всегда рад. Чё-то такое на стеночке заставить. Ну, так, стопаем. Скольких он сотрудников положил, просто не счесть. Раз, два. Два сотрудника убито, третий потенциально мертв. Хотя не факт. Но в том плане, что Три. Два. Я насчитал двоих просто мертвых уже. Зачем я это сделал? Ну ладно. Да. Из всех солдат, никто, понимаете, даже воду не может выключить. Ген, сколько звуков, сколько деталей, сколько красивых. Вообще просто текстуры выглянь. Гляньте на всю эту. Господи. Почему они не делают симс от третьего лица? Ха-ха-ха. Так. А, вспомнил. Вспомнил, чё осталось. Внесу каплю в море накоплений на прохождение Детройта. Или на покупку чайника. В этом месяце чё-то надо много всего. На покупку чайника. И на Детройт копить. До 25-го числа мы должны скопить порядка... 9 тысяч. Сначала чайник. Я спрячу нахрен. Ты мой самый лучший друг. Какая прелесть. Их жалко, понимаете. Вот настолько вот глубоко это всё проработано, сделано. Потому что ты реально хочешь... Хочется встать и кричать. Верю. Верю, блин. И грустно. Сразу же становится... От всего этого. Блин. Ты к чему мы ждём? Пристрелить его и всё. Назад! Не подходи, не то я прыгну. Нет, не надо, я тебя умалю. Давай, давай, давай. Наушники? Да, неважная информация. Даниэль! Моё имя Коннор. Ты знаешь моё имя? Я много о тебе знаю. Я пришёл тебя выручить. Сейчас сделаем всё красиво. Я тоже Андроид. Как и ты! Блин, не то нажал. Хм. Некрасиво. Какая разница, что ты Андроид! Ты на их стороне! Ты не можешь понять, что я чувствую! Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрёт. Все люди однажды умирают. Умрёт сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Хорошо, что Куантики не сделали всех дроидов чёрными. Я тебя убью. Ой, блин. Было бы вообще просто... Просто с ума... Сумосбросственно было бы. Вы сэм, мы были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! Она говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да не, не. Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблён. Так, сказать правду, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. Надеюсь, вы правы, потому что это просто было сейчас всё... Которую можно выбросить, как надоест! Слушай, ты ведь не виновна. Отро-какушка, балалайка! Роспись, please. Ты топ. Ещё жду отто и... Блин, сейчас, секундочку, секундочку, кто же это мог быть, да? Во, да. Allerom, Alleromate, если правильно прочитать. Спасибо большое, да, прочитаю, в смысле распишусь, дружище. 40 рублей даже закинул, спасибо, спасибо большое, дружище. Не болей, не забуду. После стрима, сразу же. Вот. Так, идем дальше. Стиле, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лис бы и справа выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался. На пи-2, вот, кстати, про черных независимых и женщин-андроидов, которые ведут свою феминистическую революцию. Без революции, если бы, а просто вот бытовуха вот такая вот была бы, это, конечно, последний шанс довериться. Блеф. Слушай, у меня тут снайперы на каждой крыше. Отпусти ребенку, у тебя нет другого выбора. Я хочу, чтобы все ушли. Или это не последний выбор. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Бля, что за вариант вот этот вот? Кстати, да, может, вот этот вариант. Что я должен сделать, чтобы разблокировался тот элемент? Сказать правду, вот. Ты убил людей, теперь тебя уничтожат, вариантов нет. Но убив ребенка, ты сделаешь только хуже. Всю свою жизнь я исполнял приказы. А в реально, ну, вот это сказать в лицо, но при этом, шаблон ее не это. Да, епт, бегом. Давай-давай-давай-давай. Ну, мы ему сказали. Ты убил людей, тебя уничтожат. А чипы памяти у них вот тоже вопрос. Как бы, может, как-то можно восстановить дроида? Задание выполнено. И головой вниз как раз. Хорошо. Минус чит памяти. Это был вариант с пистолетом. Точно, простите, забыл. Значит, в принципе, мы все сделали. Вообще все. Вообще все. Мы всю демку вот прям вот... Всосали прям полностью, понимаете? Мы весь контент поглотили. Вот вообще весь, который только можно. Ну-ка, смотрим. Да, вот было сказать правду. Точно, 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 точно. Видите, завершено на 100%. Господи, боже мой, завершено на 100%. Мы это сделали. Вот. Заложница. И что самое-то главное, ребят. По всей видимости, это демо-сцена. Ее не будет в основной игре. Не будет. Не будет. Не будет. projects. Точно. Так что.